По оценкам Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно более 5 миллионов человек умирают от курения табака. То есть, каждые 6 секунд умирает один человек. Одна сигарета забирает у курильщика 15 минут жизни. Год курения отнимает 3 месяца жизни. И это не сухая статистика, это реальный мир. В энциклопедии сказано, что сигарета – это небольшая бумажная трубочка, скрутка, зачастую с фильтром, в которую забивают табак для курения. Но в результате курения таких трубочек человеческий организм забивается более чем 4 тысячами различных веществ и соединений, содержащимися в табачном дыме. Ни одно из них не является полезным или нейтральным для человека. И рано или поздно курение приводит к смертельным заболеваниям. Вообще нет ни одного органа и ткани, начиная от кончиков волос, кончая кончиками ногтей, чтобы не страдала при табакокурении. Но если бы это было так наглядно, то есть если бы человек выкурил одну сигарету и у него отвалился палец, то это было бы видно. Да, вот у меня происходят какие-то изменения и мне нужно что-то менять. А поскольку это происходит на каком-то молекулярном уровне и так далее, то этого не видно. И человек курит и думает, ну подумай же, всё нормально. Вроде как бы нормально себя чувствую, ничего сразу не болит. И потихонечку люди как бы попадают в эту зависимость. В первую очередь никотин влияет на сосуды. Ядовитые вещества из лёгких сразу всасываются в кровь. Происходит защитная реакция, спазм сосудов. Человек затянулся, сосуд сузился. Выдохнул дым, сосуд начинает расширяться. Снова затяжка, снова спазм. Выдох, расширение. В результате курильщик за 8 лет около 1 миллиона раз заставляет свои сосуды сужаться и расширяться. Такая гимнастика приводит к тому, что они становятся тонкими, хрупкими и ломкими. И в какой-то момент могут лопнуть. Если сосуд лопнул в головном мозге, это микроинсульт. Если в сердце – микроинфаркт. На сердечно-сосудистую систему, естественно, влияет в первую очередь никотин. То есть он влияет на сосуды, он повреждает сосуды. Это приводит к сужению сосудов и в результате развитию аверско-эротических проявлений. То есть это развиваются бляшки. Сосуды суживаются и возникает патология сердечно-сосудистой системы. А может быть другая ситуация. Происходит настолько сильный спазм сосуда, что он схлопывается. Это называется облитерацией сосуда. Если облитерация произошла где-то во внутреннем органе, в печени, в селезёнке, в желудке, организм может подвести кровь с другой стороны, по разветвлённой системе сосудов. Но если это произошло в пальце руки или в пальце ноги, где кровь больше неоткуда подвести, у человека начинается страшное необратимое заболевание. Облитерирующий эндертерит – это заболевание, которое связано с пагодным влиянием никотина на сосуды нижних конечностей. В результате его действия сосуды суживаются вплоть до полной закупорки сосудов. И человек на первых этапах развития заболевания чувствует не менее в конечностях холод. В дальнейшем могут развиться трофические язвы, которые длительно не заживают, и развитие гангрены. В конечном итоге поражённую ногу придётся ампутировать. От такой болезни в 50 с небольшим скончался легендарный советский вратарь, лучший вратарь 20 века Лев Яшин. После того, как Яшину по пах отрезали одну ногу, он продолжал курить. Через 9 месяцев началась гангрена на другой ноге, которую он отказался отрезать. Через 3 дня наступило заражение крови и, как следствие, смерть. Другой путь выбрал и актёр Павел Луспекаев, последней ролью которого была роль таможенника Верещагина в фильме «Белое солнце пустыни». В этом фильме он уже снимался на протезе. Актёр был неодолимым курильщиком, и в 51 год у него началась гангрена на левой ноге. Ногу отрезали. Врачи сказали Луспекаеву, будешь курить, отрежем и правую ногу, и обе руки. Отказаться от табака он так и не смог. Прямо на съёмках «Белого солнца пустыни» у Павла Луспекаева начинается гангрена на правой ноге. Актёра не успевают довезти до госпиталя, чтобы отрезать правую ногу, и он умирает. Облитерирующий эндорториит – одно из множества заболеваний, которые вызываются курением. Курение действительно негативно влияет как на сердечно-сосудистую, так и на дыхательную систему. Человек курящий заболевает в 3-4 раза чаще раком лёгкого, нежели человек, который не курит. По литературным источникам 90% рака лёгких связано с курением. И 90% смерти от этого заболевания также связано с курением. Однако прежде чем сигаретный дым дойдёт до лёгкого, он проходит определённый путь. Поэтому список онкологических заболеваний, вызываемых курением, впечатляет. Прежде всего это рак лёгкого, рак гортани, рак языка, рак пищевода, рак желудка, рак почки и рак мочевого пузыря. Курение – это рак многих органов, и это где-то 40% всех злокачественных заболеваний. И ещё немного цифр. Курящим до 10 сигарет в день развитие рака лёгких угрожает в 5 раз чаще, чем некурящим. При выкуривании же свыше 35 сигарет в день риск развития рака лёгких возрастает в 40 раз. При курении трубки в 4 раза увеличивается риск развития рака полости рта и пищевода, а при курении сигар – рака губ и языка. Кстати, о сигарах. Их курение сужается определённым социальным кругом и странами, что даёт повод думать, будто сигары менее вредны. Также популярны высказывания типа «Черчилль прожил до 91 года и постоянно курил сигары». Человек может прожить 100 лет, да, всю жизнь курить. Но если бы он не курил, он бы прожил 120 или 130 лет, или 150 и так далее. То есть не надо этого, как говорится, проводить. Просто мы не можем объективно провести анализ, взять его же, некурящего, сколько бы он прожил. Это подтверждают и результаты исследования, проведённые Национальным раковым институтом в США. Курение сигар, так же, как и сигарет, сокращает жизнь на 12-17 лет. Кроме того, что касается конкретно Уинстона Черчилля, сигары ему дарили тысячами, но он никогда их не курил. Во-первых, всегда существовал риск отравления недоброжелателями. Во-вторых, сигары британскому политику изготовляли по специальному рецепту из высококачественных материалов. К тому же, до сих пор никто так и не смог узнать их рецепт. Некоторые думают, что эти сигары были достаточно слабыми и служили скорее элементом имиджа Черчилля. В любом случае, его долголетие – это редкое исключение, только подтверждающее правило. Медицина – это не математика. И здесь нет тех теорем, которые действуют 100%. Понятно, есть какие-то казуистические случаи. Ну, есть же кто-то умирает от онкологии через 2 года, допустим, когда он начал курить. Есть люди с онкологией, которые её получили не от табака курения. То есть здесь всё очень индивидуально. Есть ещё один способ курения – кальян. Сторонники восточного увлечения считают, что курение кальяна не только приятнее, но и безопаснее, чем курение простых сигарет или трубки. Якобы пропущенный через воду дым кальяна мягче воздействует на дыхательные пути и лёгкие курильщика. Однако канадские учёные опровергли это мнение, и результаты исследования оказались неутешительными. По их данным, количество оксида углерода, попадающего в лёгкие любителя кальяна за 45 минут, хотя вечеринки с кальяном обычно длятся намного дольше, превышает количество этого вредного вещества, содержащегося в дыме обычной сигареты, в 2 раза. Доза никотина, полученная курильщиком за тот же период, превышает дозу никотина в сигарете в среднем в 3 раза. Курение в любом виде вредно. Продукты сгорания табака, они вредны в любом случае. Это бенспирен, это бенцентрацен, это мышьяк и этаполоний. Каким бы видом курения не владел курильщик, результаты одни. Вот лишь некоторые прискорбные результаты курения. От опухоли в горле скончался курильщик, народный артист СССР Николай Крючков. От рака легкого умер Ролан Быков. Табак унес жизнь Евгения Евстигнеева. Умер от злокачественной опухоли в левом легком композитор Дмитрий Шестакович. От рака горла умер и один из величайших русских режиссеров 20 века Андрей Тарковский. И был ему всего 51 год. Очень долго и очень мучительно умирал от рака ротовой полости, большой любитель хороших сигар, великий психиатр Зигмунд Фрейд. От рака легких умер поэт, лауреат Нобелевской премии Борис Пастернак. Работая над мультфильмом «Книга джунгли», умер от рака легких американский мультипликатор и курильщик Уолт Дисней. Ему было 65 лет. А ведь многие из них, даже зная о своем смертельном заболевании, все равно продолжали курить. Безусловно, такие случаи есть, потому что не все люди, несмотря на беседы о вреде курения, это адекватно воспринимают и могут соотнести с самим собой. Им кажется, что это их не касается и не коснется никогда. Хотя уже, казалось бы, куда уже больше, когда человек заболел раком легкого. Александр Кулинкин не звезда телеэкрана. Он обычный водитель и курильщик с 35-летним стажем. Недавно ему поставили диагноз – рак легкого. Уже месяц, как Александр, не курит. Сильно не тянул от страха. У меня такая болезнь, там про все сбываешь потом. Страшно стало, сильно. Не менее страшно было идти на операцию. Что теперь может сказать заядлый курильщик с отрезанным легким другим курильщиком? Я бросаю сейчас прямо курить. И не начинаю никогда. Смотрите далее. Сколько зольных остатков носит в себе курящий человек? И в каком возрасте уже поздно бросать курить? Врачи, рассказывая о вреде курения, основной упор делают на длинном списке всяких страшных болезней. К сожалению, подобный подход формирует у курильщика убеждение, что вред для здоровья в данном случае как лотерея. Можно заболеть, а может и пронести. Ведь не все же курильщики умирают от рака легких. На самом деле, все курильщики умирают от курения, исключая тех, кого переехало трамваем. Это очень справедливое замечание, поскольку курение влияет не только на систему, на легочную систему, но и также на сердечно-сосудистую, и также на желудочно-кишечный тракт. То есть оно вредит всему организму. Некоторые это поняли слишком поздно. Все, что они еще могли сделать перед смертью, это оставить миру послание. 30 ноября 2001 года от рака легкого, вызванного курением, скончался Джордж Харрисон, один из Битлз. Харрисон путешествовал по миру в поиске средства от рака, который в конце концов убил его. Сначала, когда у него был диагностирован рак горла, он сказал, я получил это только из-за курения. А за несколько недель до смерти Джордж сделал запись своей последней песни, где есть скрытые упоминания о его сражении против рака. Он написал, все это может быть прямо перед вами, но это еще не заставит вас думать. Юл Бриннер, ковбой Крис в фильме «Великолепная семерка». В 1985 году, за несколько дней до своей смерти от рака легких, обратился к телезрителям. Что бы я посоветовал вам, прежде чем я умру? Не курите. Часто не смотри. Заболевание раком легкого опасно тем, что нет ранних симптомов заболевания раком легких. Кашель, боли в груди, кровохарканье не являются ранними симптомами. Легкое у больных курильщиков выглядит с интенсивными черными вкраплениями. То есть это осадок, смол тех, которые они выкуривают за всю свою жизнь. Исследования показали, что у человека, выкуривающего 10 сигарет в день, в первые два года в организме остается около 2 килограммов зольных остатков. К 10 годам курения их уже скапливается 4 килограмма, а к 20 годам около 6 килограммов. И это вовсе не секретная информация, тщательно скрываемая табачными компаниями. Так почему же люди по доброй воле согласны носить в своем организме такое невероятное количество вредных веществ? Очень многие подростки говорят о том, что табакокурение дает снятие стресса. То есть, наверное, это, я думаю, что идет из средств массовой информации о том, что вот ты покурил, немножко успокоился и так далее. Хотя на самом деле получается, что, в общем-то, стресс приобретается еще больше. То есть мы получаемся зависимо от наркотического вещества, и как только его у нас не достает, мы начинаем испытывать чувство беспокойства, и нам снова нужна эта доза никотина. И мы начинаем дальше курить. Чем больше у нас ее нету этого времени, тем больше мы раздражаемся. То есть ни о каком успокоении, в общем-то, речи не идет. Курение только облегчает симптомы воздержания после предыдущей сигареты. И эти симптомы заставляют нас закурить следующую. Ален Карр. Ален Карр. Автор бестселлера «Легкий способ бросить курить». Свою первую сигарету он выкурил в 16. И к 48 годам количество выкуриваемых им сигарет дошло до 100 в день. В 49 лет он затушил свою последнюю сигарету и рассказал многим другим, как сделать это. Тем не менее, через 23 года после того, как Карр бросил курить, ему поставили диагноз «неоперабельный рак легких». Вот его последние слова перед смертью. Бросать курить после 50 лет уже поздно, так как рак у вас в любом случае уже есть. Поэтому те, кто думают, будто бы бросить курить никогда не поздно, сильно ошибаются. Не ошибается только тот, кто курить не начинает. Человек, куривший и много куривший, он никогда не будет 100%, предположим, здоров, как и алкоголик. Никогда не будет 100% здоров. То есть на хроническом уровне, на подсознании болезнь будет присутствовать. Она будет присутствовать и на генетическом, даже я бы сказал, уровне, и на метаболическом и так далее. И стоит где-то через какой-то промежуток начать курить даже небольшие дозы, все равно все вернется обратно. Или начать пить через промежуток даже 5-10 лет. То есть болезнь вернется и наберет еще большие силы и обороты. Поэтому всегда иметь настороженность в этом плане. Надо избегать, как говорится, бежать подальше от этой привычки. Тем более, если удалось справиться год-два-три не курить, это уже только дурак, как говорится, может начать, я считаю. Сигарета – это Бигфордов шнур, на одном конце которого огонек, на другом – дурак. Бернард Шоу. Даже самый сильный и независимый человек, который начинает курить, психологически навсегда делает свою жизнь зависимой от сигареты. Он становится безвольным рабом курения. Это психологически. А вот физиологически все гораздо оптимистичнее. Через 5 лет после отказа от курения риск развития инфаркта миокарда снижается в 2 раза. А риск развития онкологии, то есть рака легкого, через 10 лет снижается тоже в 2 раза. Постепенно восстанавливается функция легких и бронхов, но риск развития рака легкого сохраняется у курильщика со стажем еще на протяжении 15 лет. Человек, который бросает курить, через 5 лет уже имеет риск заболевания раком легкого намного более низкий. А через 20 лет легкие восстанавливаются настолько, что практически риск заболевания раком легких такой же, как и у некурящих. 20 лет жизни только на то, чтобы восстановить свой организм. В лучшем случае это четвертая ее часть. Поразителен тот факт, что вреде этой дурной привычки знают практически все курильщики, но предпочитают не думать об этом. Некоторые считают, что в худшем случае рак легких ждет лет в 70, но в таком возрасте все равно умирают, и поэтому ни к чему беспокоиться, если все равно все будем там. В литературе описан случай, когда молодая женщина, которая курила на протяжении 3 лет, но курила очень активно, более пачки в день, у нее развился в течение 3 лет рак легкого. Рак легкого помолодел. В нашем отделении встречаются молодые пациенты до 20 лет и старше 20 лет, но это единичные случаи. Я думаю, что в данной ситуации здесь роль собрала пассивное курение. То есть с детства ребенок мог находиться в окружении курящих родителей, и это привело к таким погодным последствиям. Смотрите далее. Сколько нужно никотина, чтобы сразу убить человека? В каком возрасте человек наиболее подвержен никотиновой зависимости? Как спасти пассивных курильщиков от онкологических заболеваний? Смертельная доза никотина для взрослого человека составляет 1 миллиграмм на 1 килограмм массы тела. Пачка не самых крепких сигарет, выкуренных подряд без остановки, непременно убьет взрослого человека. Подростку же будет достаточно полпачки. А ведь среди подростков старше 14 лет более трети курит. В современном мире курение стало классической детской болезнью, которую трудно избежать. Самое опасное, наверное, подростковый период. Мы всегда об этом говорим, потому что мало того, что происходят огромные изменения в организме, это и гормональная перестройка, и рост ребенка, и так далее. Дети в этот период достаточно сложно установить какую-то свою нишу. То есть, с одной стороны, они хотят быть индивидуальными, с другой стороны, они хотят быть принятой компанией. Особенно легко привыкают к сигаретам в период полового созревания, когда курение помогает преодолеть неуверенность и нервное напряжение. Поэтому родителям подростков нужно быть особенно внимательными к своим детям, чтобы не дать им испортить свою жизнь и здоровье навсегда. Как бы ребенок это ни скрывал. То есть, все равно где-то, когда-то оно проскочит, если мама хочет это видеть. Да, наверное, есть такая ситуация, когда родители считают, что если они этого не знают, значит, проблема не существует. Более того, чаще всего дети склонны к табакокурению именно в семье курящих родителей. Сначала они получают дозу никотина как пассивные курильщики, а со временем она становится слишком мала и возникает потребность в активном курении. Дети копируют своих родителей и копируют те привычки, которые характерны для родителей. Повзрослевшие дети, которые начинают курить вслед за своими родителями, практически никогда не реагируют на призывы родителей бросить курить. Они открыто пользуются отсутствием какого-либо морального права папа или мамы просить их об этом после долгих лет личного примера и пассивного курения. У пассивных курильщиков риск заболевания раком лёгкого увеличивается на 20-30%. По сравнению с людьми, которые не подвергаются влиянию дыма курильщиков. Спасением для пассивных курильщиков во многих странах стал запрет на курение в общественных местах. Но так как курение ни в одной стране мира не запрещено законом, оно было и остаётся предметом личного выбора каждого, разделяя общество на курящих и не курящих. Однако запрет на курение в общественных местах позволяет напомнить о том, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Хочу призвать всех вести активную борьбу с табакокурением не только среди заболевших уже раком лёгкого, но и среди всего населения. И особое, очень важно для всех, внимание, уделить подрастающему поколению, чтобы подрастающее поколение было полностью лишено этой страшной чумы XX века курения. Курить нельзя, наверное, потому что ты сам своими руками сокращаешь свою жизнь и приобретаешь заболевание. Ты платишь деньги за свою болезнь. А болезнь может быть совершенно разная. И потом не хватит никаких денег для того, чтобы от неё избавиться. В последнее время меня очень радует, очень радует, и я просто начинаю гордиться своей молодёжью, потому что ко мне приходит львиная доля, 90% приходят молодые люди от 20 до 30 лет. То есть ко мне не приходят люди 30-40 лет, но приходят единицы. То есть чем выше интеллект, чем выше уровень информированности, тем больше шансов принять правильное решение и реализоваться как личность, как человек. В первую очередь у нас появляются такие тенденции, как и во всём мире, в первую очередь здоровье. То есть если у человека есть здоровье, есть образование, он заработает себе на жизнь, и будешь и счастливый. И слава Богу, что наконец-то до нас это дошло. Сегодня существует огромное количество методов избавления от курения, как психологических, так и физиологических. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки. Но главным в борьбе с курением, как это ни банально, является только одно – желание бросить курить. 16% бросающих курить, которые бросили курить, да, основная масса из них говорит о том, что они поняли вред, какой вред табакокурение наносит организму. Все остальные считают себя свободными людьми, вольными самим выбирать образ жизни. Но на самом деле никакой свободы выбора у потребителей табака нет. С помощью открытой и скрытой рекламы, в которую вкладываются миллионы долларов, табачные компании со школьного возраста воспитывают курильщиков, а потом извлекают из этого миллиардные прибыли. За годы Второй мировой войны в лагере смерти освенцами погибло около 800 тысяч человек. То есть в год 160 тысяч. Только в России от сигарет в год умирают до 500 тысяч человек. В мире эта цифра достигает 5 миллионов. И это без авиации, без артиллерии, без подводных лодок и без концлагерей. Все 5 миллионов – добровольные жертвы курения. И это реальный мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова